Аудиокнига Джованни Бокаччо де Камерон День пятый, повесть вторая, читает Мария Соловьёва Кастанца любит Мартуча Гамита. Услышав, что он погиб и впав в отчаяние, она одна садится в лодку и её ветром относит к Сузе. Некоторое время спустя он предстаёт перед ней живой и здоровой в Тунисе и узнаёт её. За время их разлуки Мартуча, подав королю мудрый совет, становится его приближённым и, обручившись с Кастанцей, Мартуча богатым человеком возвращается на Лепаре. Королева, поняв, что Панфила досказал свою повесть и весьма одобрив её, велела рассказывать Эмилии, и та начала так. Мы все должны радоваться, когда истинное чувство получает достойное вознаграждение, а та, как любовь – чувство скорее отрадное, нежели грустное. То я охотнее повинуясь королеве, нежели вчерашнему нашему королю, ибо мне приятнее толковать о том предмете, который предложила она. Итак, добросердечные дамы, вам должно быть известно, что близ острова Сицилия находится островок Лепаре, где ещё недавно жила красотка, дочь благородных родителей местных уроженцев по имени Кастанца, которую любил житель того же острова молодой человек по имени Мартуча Гамита, пригожий честных правил и в своём деле мостак. Она же отвечала ему взаимностью и только о нём и помышляла. Имея намерение жениться на Кастанца, Мартуча сказал ей, чтобы она попросила у отца благословения. Однако ж отец из-за того, что Мартуча был бедный человек, благословения своего не дал. Мартуча, уязвлённый тем, что его отвергли единственно потому, что он беден, снарядил вместе со своими родственниками и друзьями судёнышко и поклялся, что если не разбогатеет, то на Лепаре не вернётся никогда. Того ради он стал пиратом и, держась берегов Берберии, нападал на всех, кто был послабее. Судьба же благоприятствовала ему до тех пор, пока он не зарвался. Он и его товарищи в короткий срок сказочно разбогатели. Тут бы им и остановиться, но им всё было мало. Дело кончилось с тем, что на них напали сарацины, и, сломив упорное их сопротивление, захватили их, ограбили, почти что всех побросали в море, судно потопили, а Мартуча отвезли в Тунис и засадили в тюрьму. И здесь он долгое время томился. На Лепаре ни один и ни двое, а многие, самые разные люди, передавали за верное, что всех, кто был с Мартуча на его судёнышке, утопили. Когда Мартуча оставил Лепаре, Костанца изнывала от тоски. Когда же скоро до неё дошла вещь, что он погиб вместе с прочими, она долго плакала, а затем решилась покончить все счёты с жизнью. Но так как у неё не достало мужества что-либо над собой учинить, то она задумала предпринять такой шаг, чтобы смерть была для неё неизбежной. И вот тайком, в ночную пору, уйдя из отчего дома, она добралась до гавани и случайно обнаружила на некотором расстоянии от судов рыбачью лодку с мачтой, парусом и ёслами. Как видно, хозяева только что из неё вышли. Прыгнув в лодку и отгребясь от берега, Костанца, подобно всем островитянкам, обладала моряцкой сморовкой. Она поставила парус и, не прикоснувшись ни к ёслам, ни к рулю, отдалась на волю ветра в надежде на то, что ветер либо опрокинет пустую и никем не управляемую лодку, либо ударит и разобьёт её о скалу. Ни в том, ни в другом случае Костанца при всём желании ничего не могла бы поделать и вне всякого сомнения пошла бы ко дну. Завернувшись с головой в мантилью, она легла и заплакала. Судьба, однако же, распорядилась иначе. Дула лёгкая трамонтана, море было тихое, лодку не качало, и к вечеру следующего дня её отнесло миль на сто выше Туниса, туда, где расположен город Суза. Костанце не для чего было поднимать голову, да она и слово себе дала не подниматься, а потому и не поняла, что находится скорее на суше, чем на море. Когда же лодка врезалась в берег, там случайно оказалась одна бедная женщина. Она убирала сушившиеся на солнце рыбачьи сети. Ей показалось странным, что лодки с раздутым парусом дали врезаться в берег, и, решив, что рыбаки уж верно уснули, она приблизилась к лодке, но не обнаружила никого, кроме девушки, спавшей крепким сном. Несколько раз она её окликала, наконец добудилась, и, догадавшись по одежде, что девушка христианка, спросила её по-итальянски, как это она отважилась спуститься в плавание на этой лодке. Костанца, услыхав итальянскую речь и вообразив, что противным ветром её пригнала обратно в Липарий, живо вскочила и огляделась по сторонам. Однако тут же уверилась, что хотя она и у самого берега, но местность ей незнакома, и спросила женщину, где она. «Ты, дочка, находишься в Берберии, неподалёку от Сузы», – отвечала женщина. Костанца, удручённая тем, что Бог не послал ей смерть, боясь за свою девичью честь, совсем растерялась, села возле лодки и давай плакать. Добрая женщина сжалилась над ней, уговорила зайти к ней в лачушку, обласкала, и Костанца, доверившись ей, рассказала, какими судьбами она здесь очутилась. Узнав, что девушка ничего не ела, добрая женщина умолила её съесть хоть немного чёрстого хлеба, рыбы и выпить воды. Костанца спросила, кто она и почему говорит по-итальянски. Та ответила, что она из Тропани, что зовут её Карапрезой и что она прислуживает рыбакам-христианам. Услыхав, что её зовут Карапрезой, Костанца, хотя и скорбела душой, сочла это, сама не зная почему, добрым предзнаменованием в ней зародилась неясная ей самой надежда, и теперь ей уже не так хотелось умереть. Не говоря, кто она и откуда, Костанца Христом Богом стала молить добрую женщину, чтобы та пожалела её молодость и научила, как ей избежать обесчищения. Выслушав Костанцу, Карапреза по доброте душевной оставила её у себя в лачуге, а сама побежала убирать сети. Потом вернулась, набросила на неё свою накидку и повела в Сузу. А когда они вошли в город, она сказала ей, «Костанца, я тут часто помогаю по хозяйству одной предоброй сарацинки. Вот я тебя к ней и отведу. Она старушка душевная, я её попрошу хорошенько, и ты можешь быть уверена, она тебя к себе пустит, и будешь ты у неё за место родной дочери. Только ты уж постарайся ей угодить и заслужить её любовь, а Господь тебя не оставит». И как она сказала, так и сделала. Престарелая сарацинка, выслушав Карапрезу, пристально посмотрела на Костанцу, заплакала, потом обняла её, поцеловала в лоб и провела к себе в дом. Здесь, помимо неё, проживало ещё несколько женщин. Мужчин же в доме не было. Женщины рукодельничали, и выделывали всевозможные вещицы из шёлка, из пальмового дерева, из кожи. Спустя несколько дней Костанца кое-чему уже научилась, работала вместе со всеми и снискала такое благорасположение и любовь добросердечной хозяйки и мастериц, что нельзя было этому не поделиться. В короткий срок они обучили её своему языку. Итак, Костанца жила в Суде, домашние, не имея от неё никаких вестей, решили, что она умерла и оплакали её. А в это время некий весьма знатный, могущественный юноша из Гранады, объявив, что королевство Тунисское принадлежит ему, двинул на короля Тунисского Мария Абделла многочисленное войско с целью отнять у него королевство. Весть о том проникла и под свод темницы. А так как Марту Чагамита отлично знал берберский язык, то понял из разговоров, что король Тунисский деятельно готовится к обороне. И сказал одному из тюремщиков, «Если бы мне предоставили возможность поговорить с королём, я бы осмелился преподать ему один совет, и он бы в этой войне победил». Тюремщик передал эти слова смотрителю тюрьмы, тот не замедлил доложить королю. Король велел привезти Мартуча, и Мартуча на вопрос о том, какого рода совет намерен он преподать, ответил так, «Государь, мне приходилось бывать в ваших странах и наблюдать за тем, как вы сражаетесь. Если не ошибаюсь, главные силы вашего войска это лучники. Так вот, если бы у неприятеля была нехватка стрел, а у вас их было бы предостаточно, то вы наверняка выиграли бы сражение». «Если бы дело обстояло таким образом, я бы в победе не сомневался», заметил король. «Вам стоит только захотеть, государь, а добиться этого легко, и вот каким образом», подхватил Мартуча, «прикажите изготовить для ваших луков более тонкую тетиву, нежели та, какая обыкновенно применяется, а на стрелах сделать надрезы с таким расчетом, чтобы они как раз подошли к тонкой тетиве. Но только это должно держаться в строжайшей тайне, иначе неприятель проведает и что-нибудь да изобретет в противовес». А совет я вам даю такой вот почему. Как скоро лучники из вражеского войска расстреляют все свои стрелы, а ваши лучники расстреляют свои, то как вы это легко можете себе представить? Лучники из вражеского войска вынуждены будут во время боя подбирать стрелы, выпущенные вашими лучниками, тогда как ваши лучники примутся подбирать выпущенные врагами. Однако же враги не сумеют воспользоваться стрелами, которые были расстреляны вашими войнами, от того, что толстая тетива к узкому надрезу не подойдет. А вот вражьи стрелы вашим воинам пригодятся. У врагов стрелы с широким надрезом и для них тонкая тетива не помеха. И получится так, что стрел у ваших воинов будет сколько угодно, меж тем, как вражеским лучникам придется туго. Король был человек мудрый, и он тотчас сообразил, что Мартуча дает ему дельный совет. Он в точности исполнил все, что тот ему предлагал и одержал победу. Мартуча же через то вошел к нему в милость и стал человеком влиятельным и богатым. Слух о том облетел в страну, и тут Костанца узнала, что Мартуча Гамита, которого она давным-давно мысленно похоронила, жив, вследствие чего ее любовь к нему, уже охладевшая, внезапно возгорелась с новой силой и, окрепнув, воскресила увядшую надежду. Тогда она поведала доброй хозяйке своей все, что с нею приключилось, и сказала, что ей хочется поехать в Тунис, дабы взор ее насытился лицезрением того, чем пленился ее слух, коего достигла радостная весть. Старушка вполне одобрила это ее намерение и как бы поступила родная мать, села с ней в лодку и обе отправились в Тунис. А в Тунисе их приютила родственница старушки, их сопровождала Карапреза и родственница старушки послала ее разузнать про Мартуча. Та сообщила, что Мартуча жив и занимает высокий пост. Тогда добрая женщина возымела желание сама лично довести до сведения Мартуча, что его Кастанца находится здесь. Она пошла к нему и сказала, Мартуча, из Лепарьи приехал твой слуга и остановился у меня. Ему надо поговорить с тобой без свидетелей. Впутывать сюда кого-либо еще он побоялся исходить за тобой, попроси меня. Мартуча поблагодарил женщину и пошел к ней. Кастанца, увидев его, чуть не умерла от радости. Не совладав с собой, она кинулась к нему, обвела его шею руками и под наплывом воспоминания об их невзгодах и наступившего блаженства тихо, безмолвно заплакала. Мартуча первое время стоял как вкопанный, так он был поражен, затем, не спустив дох облегчения, воскликнул, «Так ты жива, моя Кастанца!» «Я слышал, что ты исчезла, у нас на родине давно никто о тебе ничего не знает». И тут он прослезился от умиления, обнял ее и поцеловал. «Кастанца рассказала ему о всех своих злоключениях, а также о том, как хорошо и жилось у почтенной старушки». Долго не мог Мартуча наговориться со своей возлюбленной, наконец пошел к государю и поведал все, что ему и Кастанца пришлось испытать, а затем попросил дозволения по христианскому закону с ней обвенчаться. Король, придя в изумление, послал за Кастанцей и выяснил из ее слов, что Мартуча говорил истинную правду. «Ты вполне заслужила себе такого мужа», рассудил он. Вручив ей и Мартуче великие и богатые дары, он дозволил им устраивать свое счастье по их собственному благоусмотрению. Мартуча, прощаясь с почтенной старушкой, пригревшей Кастанцу, обратился к ней с прочувственными словами и изъявил ей свою признательность за все, что она сделала для Кастанца, одарил ее с той щедростью, какой она заслуживала и, сказав ей «оставайтесь с богом», вместе с Кастанцей, которая не могла удержаться от слез, удалился. Затем, с дозволения короля, Мартуча, Кастанца и Крапреза, которые они взяли с собой, сели на быстроходный корабль, а так как ветер был попутный, то они скоро прибыли на Лепаре, где их ожидала несказанно торжественная встреча. Здесь Мартуча женился на Кастанце, справил пышную, великолепную свадьбу, и потом они еще долго в мире и согласии наслаждались своим счастьем. Субтитры создавал DimaTorzok,